всем монтажникам мешком дверей привет сегодня я на объекте 1 ставлю двери второй этап то есть короба уже поставлены другой бригадой ну а мне довелось вешать полотна полотна здесь очень разнообразные скажем так есть полотна которые чисто в краске без торцевой кромки есть полотна которые вы мали крашеные уже на заводе производители и у которых идет торцевая алюминиевая кромка наряду с этим есть полотна с алюминиевой торцевой кропкой которые красятся здесь цвет стен прям на так сказать объекты вот смотрите какие разнообразные двери да рядом стоят одна и вторая ну тех зона вот и те уже пометил где краска чтоб ничего не перепутать краска да вот ну помимо наших дверей тут еще стояли алюминиевые стеклянные двери другого производителя но это в общем-то медицинское учреждение по моему стоматологическое какое-то отношение вот поэтому двери здесь много ну в принципе в основном с дверьми так сказать такими глухими под краску или уже в крашеном исполнении проблем не было они достаточно легкие но вот эти два проемчика вот слева взрослые туалет для взрослых и прямо это правый это туалет для детей но это вот не наш производитель ну здесь все такой беленький пояса в общем-то в стиле медицинской стать стерильных чистых таскать изделий но этот наш тоже дверюшка но замочки от жебе от италии поэтому все строго и понятно тоже ведь все покрашено будет как говорится я отметил что красят двери работники которые находятся на объекте и мы с ними так сказать договорились что мы с ними сделаем такие пометки на полотнах чтобы им чего-нибудь не то не залепить ну в общем-то это помогло самое интересное что на объекте такой огромный да казалось бы площади был то ли один то ли двое всего работников ну была дама которую малярша она вот красила молодец вот и какой-то парнишка плиткой занимался друг другу не мешали но вот наши громилы собственно говоря вот весь этот ролик я и затеял затеял на тему как я в одиночку поставил такие тяжелые двери вот две упаковки обратите внимание что на полах плитка везде плитка поднять такое полотно и нести причем оно стеклянное исполнение двухстороннее стекло нести это в общем-то можно вдвоем но в одиночку это таскать на там что-то мне пришлось наверное метров в общий случай 10 с выкрутасами через углы какие-то проходить ну вот смотрите вам покажу дверки вот они тут одна восьмидесятка другая девяностые высоты 240 у обоих одна лево другое право открывание одна причем открывается в проем другая из проем ну вот чтобы с ними разобраться для пользы эксперимента я привез свои бытовые весы из дома хотя немножко скажем так побоялся думаю как у тут ложить у меня тоже на весах стеклянная поверхность и как бы ребро на сначала один угол если мы вдвоем аккуратно бы ровненько опустили а так пришлось как говорится опускать сначала один края потом другой края как же весы то я свои весы не угроблю на этом ролике но бог милого хотя вот кстати эти весы я по моему брал уже не впервые уже были мне такие съемки я использовал свои вот бытовые весы из дома ну а что делать хочется как-то оценить что же это за веса потому что иногда попадается полотна просто сумасшедшие ну что давайте попробуем потихонечку присмотреться а что же у нас тут имеется так ну вот полотно там показал где-то около шестидесяти трех килограмм это восьмидесятка полотно 80 высота 240 ну при работе со стеклом скажу сразу нигде никогда не при каких движениях ни при каких обстоятельствах нельзя давать стеклу контактировать с твердой поверхностью с инструментом не дай бог где-то какой-то камушек соринка песчинка там знаю бита упала саморез то произойдет обязательно скол стекла поэтому все работы делаем на картоне причем обратите внимание пользуясь вот этим картоном я не таскал двери таскать отрывая от пола я прям в упаковочных коробках просто их аккуратно растащил что гораздо легче гораздо легче ребят просто на картоне так ну петли понятно с тремя степенями регулировки и вот нас ждет проем ну вот ведь я и говорил картон картон все делаем на картоне никаких жестких поверхностей под стекло лучше не использовать лучки тряпочки войлок там но третьем так вот раз все на картоне поставили и подняли вот ну действительно прихраняем все углы защищаем поверхности от контактов вот сейчас мне пришлось полотно пронести внутрь санузла потому что открывается внутрь а внести его внутрь это достаточно просто одеваешь защитные п-образные спины полиэтилен вверху внизу и по диагонали вносишь как говорится его через проем короба получается нормально ну естественно как всегда технология простая вниз что-нибудь подставить чтоб пол немножко от пола оторвать на какую-то мягкую или какие-то фрагменты арголита я делал по-моему на арголите там подбираешь два-три слоя на арголит и пошло первая петлю заводишь потом вторую от пола 3 4 здесь вот 4 петлин такой петли ой на таком коробе было ну что вот она уже дверочка висит это 80 детский санузел ну и теперь у нас естественно он стеклышко красивая но зачем детям 80 на 240 нужно потому что они дети наверно петли регулируемые потом и все это отрегулируем поставим заглушки декоративные будет совсем хорошо так ну и вот нас ждет 90 в общем то я сначала потренировался скажем на более легком и более тяжелый оставил на второй этап на второй заход ну что вот опять вот где-то сейчас будет бегащик бега бегащи потом вот около ну вот около 70 килограмм я понимаю что я тоже там не идеально на взвешивании но около 70 килограмм 69 полотно 90 на 240 ну а аккуратно работа опять видите по полу ничего не поднимаем не таскаем спину не рвем ребята зачем это надо вот все вот так вот но аккуратно со стеночками а то потом просто поднимаешь один край потихонечку кантуешь ну что вот смотрите вот вот сейчас двери компонарные по коридору обе но одна открывается на нас в коридор а другая открывается вот это вот правая открывается внутрь при этом они обе стоят компонарно по плоскости коридоры и подходя к ним даже собственно не поймешь а куда он открывается в туши петель то не видит этот петель тоже скрытый всем привет добрый вечер монтаж закончен монтаж закончен посмотрим результаты работы покажу некоторые моменты по покраске смотрите двери невидимки двери невидимки вот они краска цвет стены идет но тут простое полотно здесь 45 без алюминиевого как говорится периметра до короб смотреть как они покрасили мне очень нравится такая покраска до ребра скрыт вот это ребро она не выступает собственно говоря дверь невидимка и и наверно основное преимущество потому что она должна быть невидимая и здесь получается что кроме вот этого теневого теневой щелочки больше никаких элементов короба ни полотна не видать но смотрите ладно сразу покажу вот этот 206 дверь 90 а здесь я не помню 28 что ну не знаю вот здесь уже плоскости дверей покрашены покрашены и поэтому тот алюминиевый профиль он остался таскать на виду вот как хорошим нехорошим нужен он не нужен вот видите здесь роз 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 лишние элементы а здесь смотрите стира и плата все ничего лишнего так здесь вот дальше посмотреть что тут 4 абсолютно одинаковые двери но эти двери крашеные маме опять смотрим короба покрашена до ребра фон открыли видите красочка кончился дальше идет алюминиевый цвет и крашеный полотно вот смотрите никаких лишних элемент никаких выступов там бесишки петельки а такие красивые она накладочки замочки естественно от gb ну так все симпатично так это принципе стоп стоматологической клиника поэтому здесь все симпатично так идем дальше так вот здесь дверочка красилась дверочка красилась но она в алюминиевом профиле смотрите алюминиевый профиль понятно и теперь смотрим прошли валиком по всей плоскости и вот здесь вот только маленький какой-то элемент выступающего профиля но он в краске и поэтому вот мы отходим и получается что мы видим что для ничего лишнего только один теневой вот эту теневая щель от кэрс между форм и плотно мне нравится вот такая покраска мне кажется это очень интересно тем более вот старались ли глянуть весь то же самое смотрите откос покрашен маленький выступ и видят маленький маленький ребрышка вот он такой маленький она краска зато все опять крашены за плоской краски и никаких выступ так идем дальше здесь пройти ну здесь вот всякие тех помещения вот этот штепсер и трапунка трапунка и штепсер до 80 это двушки или метр 90 до метра 90 то же самое в краске тоже смотрите практически не дать это ребро алюминиевый торец вот он алюминиевый торец и маленький вот маленький такое место но все покрашено прям при мне при мне можно два слоя все готово ребят на весу крючок на так ну ладно конечно вот у них появились крючки момент некоторые вопросы от них не минусом открыть такую дверь больше 90 не получится так это серверная очень маленькая зато дверь очень высокая идем дальше ну и собственно я здесь вот еще одна дверь как входная также смотреть видите оставили здесь крашеный эмаль здесь вот этот серый профиль остался закрывается непонечно и вот эти самые тяжеленные двери наши это стекло матовое стекло ребят матовое стекло очень тяжелый я незавидно тому кто попадется всю дорогу очень тяжелый берег стекляшки видела да вот это 90 70 там с лишним килограмм а та была 63 штук маленькая 60 и 80 ну так получилось вот такой вот у нас объектик но на этом объекте в него что-то понравилось работа со стеклянными очень было сложно и хочу показ показать вам варианты покраски когда можно красить плотно закрашивать чудо-ребушка и он закрашивать и дешевле не видимо я вот как здесь смотреть просто щелочек просто щелочки по периметру и все алгоритм ткан потом ткан да он есть но он сильно не выделяется он в краске того же цвета как сама стена как плотно тут умер как вот здесь так что у нас получилось ничего лишнего осталось все совпал конечно петель заглушив станков ручек там не и все-все-все осталось так что всем монтажник привет но стеклянные двери вы видели поверх ответственность чтобы нигде не пережать ничего не передавить чтобы она не лопала потому что стеклянные это самое интересное всем монтажникам здоровья пилская пока